Гармония жизни заключается в дружелюбной атмосфере. В этом уверены организаторы Всероссийского фестиваля национальных видов спорта и культуры, который прошел в минувшие выходные в Иванове. Массовое мероприятие, направленное на возрождение и сохранение традиций народов, проживающих в России, планируют сделать ежегодным. Замесел такой, что объединение детей, понимание, вовлечь их в спорт, заинтересовать. Но самое главное, чтобы они начали общий язык, они между собой. Несколько лет назад подобные мероприятия проводили в летних детских лагерях, а теперь решили вывести на общий городской уровень. Площадки фестиваля развернули на обширной территории стадиона «Спартак». Соревнования по вольной борьбе и самбо к всеобщей радости участников проходили под открытым небом. Борьба в помещении там плохо, что душно. Когда борешься, у тебя идет пот, и ты задыхаешь, начинаешь. А на воздухе, ну, хорошо, борешься, отлично. И вот, ну, почему я борюсь по борьбе с самбо? У меня все братья там, мастера спорта, чемпионы мира. И вот хотелось также пойти по их стопам. Основной турнир фестиваля – чемпионат России по борьбе на поясах. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из 20 регионов России. Борьба на поясах – это такой вид состязаний, где объединены различные приемы борьбы старорусской и азиатской, кавказской и якутской. Пояс захватывается двумя руками обоими соперниками, и участники не должны распускать этот пояс. В случае распуска этого пояса делают предупреждение распустившим захват. Здесь в вольном стиле можно действовать ногами, подножки, подсечки. За чистый бросок на лопатке чистая победа дается. Кроме того, участники фестиваля смогли попробовать свои силы в армрестлинге, мини-футболе и гиревом спорте. В следующем году организаторы планируют предусмотреть не только обширную спортивную программу, но и культурную. Причем это будет и концерт с участием национально-культурных автономий и всевозможные творческие конкурсы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.